Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов. 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 Адольф Гитлер по прозвищу Кунгфюрер. Суперкоп Кунгфюри решает совершить путешествие во времени в нацистскую Германию, чтобы убить Гитлера и положить конец нацистской империи. Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов. Добро пожаловать в Техас в Даллас, где она и муж должны дать показания против крупного наркобарона. Однако при встрече с порывистой миссис Рива, колумбийской красоткой с пышными формами, чье упрямство столь же выразительно, как и ее акцент, ей становится ясно, что поездка будет непростой. И прежде чем они успевают договориться о том, сколько туфель на шпильках сможет взять с собой очаровашка Даниэлла, полицейские и мистер Рива попадают под обстрел, превращая жену последнего во вдову, а предполагаемую легкую прогулку из Сан-Антонио в Даллас в прятки на выживание, на перегонки с пулями. Стробный запах 2015 года История авантюриста по имени Сайлас, сопровождающего вас на путешествии вдоль всей американской границы, 16-летнего паренка по имени Джей Кавенгиш. Джей разыскивает девушку, в которую влюблен. Они пересеклись случайно. Одинокий волк, отбившийся от волчьей стаи и заяц, оказавшийся в волчьем логове, он мог дать ему умереть, мог убить, но не вцепился в горло, а пошел с ним по следу, помогая найти затыившуюся где-то любовь, провожая через поля ненависти и леса страха, твердо, не решив, что делать дальше с ним и с собой. Субтитры сделал DimaTorzok Медь Дракона Действие фильма разворачивается в Древнем Китае во время направления династии Хань. Римский полководец Луцея с легионом своих солдат оказывается на территории Китая. В это же время командир отряда охраны западного региона Хуань в результате действий своих врагов становится рабом, и этим двум воинам было суждено встретиться в западной пустыне, где развернется эпическое сражение. Однако биться они будут не друг против друга, как можно было бы подумать, а против алчного императора Тиберия за суверенитет Китая. Выживший 2015 года Охотник Хью Гласс серьезно ранен на неизведанных просторах американского Дикого Запада. Товарищ Хью по отряду покорителей новых земель Джон Фитджеральд в предательстве оставляет его умирать в одиночестве. Теперь у Гласса осталось только одно оружие – его сила воли. Он готов бросить вызов первобытной природе, суровой зиме и враждебным племенам индейцев, только чтобы выжить и отомстить Фитджеральду. Огрызительная восьмерка 2015 года США после Гражданской войны. Легендарный охотник за головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует заключенную. По пути к ним прибивается еще один охотник. Снежная буря вынуждает всех троих искать укрытие в лавке на Атшибе, где уже расположилась весьма пестрая компания – генерал, шериф, мексиканец, француз и ковбой. И один из них – не тот, за кого себя выдает. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok